Меня зовут Мария Янсен. Я, вообще-то, последние 20 лет прожила в Германии. В августе 2022 я переехала. Я решила посмотреть, что такое Россия. И, может быть, мне здесь понравится, я здесь останусь. Получается так, что да, я до сих пор здесь и уезжать не хочу. Именно в немецких СМИ я начала понимать, что такое пропаганда. Потому что там вот они вот только, если говорили о людях в Донецке и в Луганске, то они говорили только прорусские сепаратисты. Они никогда не называли их жителями Донецка и Луганска. Это были всегда прорусские сепаратисты. Всегда. И меня это настолько, я помню, что сказать вам, что меня это шокировало, это, наверное, даже не то. Если вы кого-то называете прорусским сепаратистом, если вы кого-то называете вот такой лейбл на кого-то вот так вот лепите, то автоматически люди перестают их воспринимать как людей. То есть для них вот существует только этот лейбл, а человека за ним не существует. То есть, да, да, получается абсолютно. Унта менш. То есть даже не менш. То есть и вот это замечалось, и мне было больно за этим всем наблюдать. Потом, вы наверняка помните, случилось 2 мая Одесса. Это было вообще жесть. И я сидела вот перед, я вот как сейчас помню, вот этот день, когда я сидела перед СМИ немецкими и ждала, что думала, ну теперь-то они не смогут отрицать, что там нацизм происходит, что там просто инакомыслящих за другое политическое мнение просто расправа ведется над этими людьми. И что вы думаете, каково было мое удивление, когда я увидела, что они еще начали все, как они все в немецкой медийной сфере начали переворачивать и говорить, что ну вот эти вот, которых сожгли. Вот тогда я полностью, у меня выросло желание такое прям, как вам сказать, прям с ними как бороться. Да, опять же, видно тоже, Москва выстраивается, да, то есть не стоит на месте. Здесь происходит постоянно, ну, новые здания строятся. То есть опять же, как бы, тоже такое, наверное, мне кажется, многих из Германии это бы удивило, это увидеть, потому что они не ожидают, наверное, что здесь экономика все-таки не стоит на месте, да, она не заторможена, как, между прочим, преподносится в немецких СМИ, да. А вот они приезжают и видят, что да, вот, им брали. Вот здесь это можно просто убедить, собственными глазами убедиться в том, что им рассказывают неправду про Россию. Вы, наверное, слышали, полупроводников вообще у нас не хватает, катастрофов, что в принципе это правда. Да, 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 что типа, да, 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 чтобы обеспечить СВО полупроводникам, то есть техникой, и оружием, которым тоже нужны полупроводники, они, да, Орсула Фонда Лянь даже сказала, что они вон из машинок старых спиральных вынимают полупроводники, чтобы их использовать потом для СВО. СВО, вот так. Там сейчас последние лет 10, как минимум, очень интенсивно развивалась русофобия во всех СМИ. То есть то, что двойные стандарты к русским используются, они даже это, походу, не замечают. Они даже для них это настолько по всне, то есть если я как русский говорю, посмотрите, вы ко мне, вы со мной обращаетесь не с таким же, то есть у меня не такие же права, как и, допустим, у американца того же самого. Почему так? Они даже... Отношения. Да, они даже настолько уже, настолько это привыкшее состояние, что русских дискриминируют, и это можно, что они даже не поймут, почему вы жалуетесь. Это было стечение обстоятельств тоже, потому что к этому моменту я-то была графическим дизайнером, и как бы я стала политическим активистом, я начала ходить на демонстрации, демонстрировать за, против... А кто их организовал? А это были немцы, чисто они сделали свою организацию, называется Montax Demos, но это были демонстрации за мир, и они как бы демонстрировали против того, что украинскую власть насильно поменяли. Кудета, я как на русском надо сказать, не знаю, это такое слово переворот, государственный переворот. Да, это было именно демонстрации против государственного переворота на Украине, и многие немцы это поддерживали, что это переворот государственный, что это неправильно, что делать нельзя, и не поддерживали свое собственное немецкое правительство, что немецкое правительство в это как бы вовлечено и это поддерживает. Ну и против этого немецкого правительства вот именно были эти демонстрации. Вот, и я в них принимала участие, и мы тогда начали собирать гуманитарную помощь для Донецка и Луганска, и я их отвозила в Донецк или в Луганск гуманитарную помощь, потом... На машинах, да? На машинах, да, и мы ехали в объезд, то есть мы не ехали через Украину, потому что Украина их разворачивала, эти машины, забирала, конфисковала гуманитарную помощь, и до нас просто ездили через Польшу, Литву, Латвию, Москву, нет, 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 Литва, Латвия, через Прибалтику, сверху, Москва, и потом вот так вот вниз, то есть 3,5 тысячи километров всего вместо двух мы делали, чтобы, да, и вот так вот на меня вышли другие каналы, именно русские, они взять интервью хотели, ну, брали у меня интервью тогда, именно тогда это было на бочке того, что я организовывала с другими вместе активистами гуманитарную помощь для Донецка и Луганска, и мы отвезли довольно удачно ее, один и два раза, второй раз тоже, потом пару месяцев спустя, вот, вот, и тогда как раз только в Германии только-только открылась немецкая редакция Russia Today, только-только вот открылась, и я об этом услышала, и я, и когда они мне, они мне в принципе позвонили, сказали, можно у вас взять интервью, а я как раз была в Донецке, и я тогда спросила, у вас ваш главный редактор, ваш Иван Родионов, можно с вами поговорить, а я хочу у вас работать, кем, не важно, главное, я хочу у вас работать, так это было, и я помню, у нас с Иваном Родионовым был тогда очень душевный разговор такой, он мне спросил, как вы в Донецке там, как твоя мама, он действительно там интересовался моей семьей, все ли хорошо там, как они живут, ну, и как-то говорит, ну, и потом мне сказал, а когда ты сможешь начать, вот буквально вот так и было, да, когда ты сможешь начать, и мы договорились, когда... А что делать надо было? Сначала я пошла, тогда у нас была одна единственная передача, то есть только-только канал открылся, одна единственная видеопередача была The Fall in the Path, это можно перевести как недостающая частица, то есть мы, как мы, то есть как в пазле, недостающий пазл, освещали именно то, что недоставало в СМИ в Германии, и тогда я была ассистенткой, потом Иван Родионов достаточно быстро назначил меня ведущей, сказал, веди тоже свои репортажи, абсолютно без опыта какого-то, просто вот он говорит, вот тебе оператор, бери и делай. Я никогда не скрывала, что я не нейтральная, то есть я донецкая, то есть не изжить от меня, что я буду сейчас нейтрально рассказывать, я за Донецк, я знала, как там своих байт-байт, я именно рассказывала, вот моя специализация была именно Донецк, Лукацк, я рассказывала, у меня было там много коннекшенов, у меня были личные связи, то есть все мои, практически все мои соседи были на фронте, мужские, да, то есть это люди, с которыми я в школу ходила, да, естественно, я им позвонила, сказала, ты не дашь мне интервью, вот такие вот были вещи, очень часто мы видели репортажи, как немецкие СМИ, которые распространяли фейки, допустим, был как-то репортаж, Фронталь 21, это государственный телеканал немецкий, распространил фейк о том, что на Украине, в ополчении, в Тянецком ополчении, в Луганском ополчении, они принуждают маленьких детей воевать, и они показали там именно вот этих детей, они просто не знали, что я знаю, кому там обратиться, как их найти, я их нашла буквально за 20 минут, позвонила в кадетскую школу, я всех этих героев репортажей, их всех нашла, буквально вот, я не уверена, что за 20 минут, и я рассказала, как здесь это все показали, они мне рассказали, что как было все на самом деле, то есть я тоже удивилась, чего вы даете, как бы, как так, они думали, что в Танецке только монстры, одни живут, не люди абсолютно, прорусские сепаратисты, у которых нет ни души, ни сердца. После того, как началась СВО в 2022 году, ЕС приняли санкции против нас, то есть РТ было запрещено, как канал, у меня есть немножко, как бы, какие-то средства, да, я могу себе сейчас это позволить, я попробую все-таки свой блог, я его в 2023 году создала, то есть пока я еще людей искала для него, то есть я понимала, что мне нужна помощь будет, я нашла здесь Анастасию, я ее называю, это мой продюсер, но это на самом деле мой ангел. То есть это прям изначально, но серьезно, такой профессиональный, просто... Да, я приблизительно знала, какие мне ресурсы нужны, и мы на минимум ресурсов, это понятное дело, да, то есть... какое название From Masha with Love? Потому что это как James Bond from Russia with Love, вот этот знаменитый фильм James Bond From Russia with Love, и Masha рифмуется очень с Рашей, в то же время, я же наказусь здесь, в России, то есть как бы, тут как бы, я говорю, это от меня, но в то же время, понятно, что я в России, только по этому титулу, тут понятно, ну, как бы, человек, который, наверное, для этого нужно быть постарше, мне кажется, или хотя бы любить фильмы James Bond, А было так, что вас там ругали, может, в комментариях, как бы, вот пропагандист, или... Ого-го-го-го-го, Евгений, вы себе представить не можете. Сколько у меня... Что было нелепо было вот из этого? Фу, очень много, нелепо, даже, это столько всего много, я вам даже, даже не могу выбрать, это просто отдельная тема даже, чтобы не воспринимать, чтобы не воспринимать это все так всерьезно, начинаешь с этого самого как-то шутки делать, поэтому я занимаюсь троллингом вот таких русофобов, я специально накупила себе каких-то футболок, где там Путин с очками или еще что-то там, у меня есть футболка, на которой стоит Путин, я читаю ваши мысли, и вы знаете, вот даже, что касается нелепостей, что вот эти русофобы, они настолько уже... у них, они настолько полностью в своей вот этих... в ненависти своей, что они даже не замечают этого троллинга, что я над ними смеюсь, когда я ношу такие футболки. я просто не могла больше с этой русофобией, я просто замечала, что вот эта русофобия, которая в Германии поднималась, я видела по СМИ, что это будет только хуже, потому что они только начали, и как бы я видела тенор, который идет, и нарратив. Вам угрожали? Мне не угрожали, но, скажем так, я бояла, что до этого скоро вот-вот дойдет. Если так дальше пойдет, то мне было страшно, скажем так. Мне было страшно, что скоро начнут просто люди, меня физически будут... То есть они меня уже вербально меня атаковали на улице, то есть я как бы бояла, что это начнет делать, перестанет и перейдет в физическую форму, то есть я бы не удивилась. Вы уехали в 22-м году, то есть уже по августе. То есть полгода как шла Айс Вау. И вот наверняка много беженцев плынуло, да, в том числе и с Украины. Вот что это было, как они относились там? Говорят, что мы вот, когда смотрим репортажи, я решила, что очень много поехало в Польшу, украинцы в Германию, там они осели, большие толпы. Знаете, у меня на этом очень... Она была себя ведущая. У меня на это такой свой взгляд, да, поскольку я сама из Украины, не будем забывать это, потому что мне очень часто любят писать, какая я прорусская... Ну, я украинка. Ну, вот такая вот я. Как же так, прорусская украинка? Должен быть взрыв мозгов, но даже этого не происходит. Ну, ладно. Украинские беженцы, с которыми я разговаривала в Германии, они абсолютно все были против Зеленского. Они абсолютно все были, большинство против этой войны. Я антироссийских настроений не заметила. Но есть такая вещь. Если к вам подходит немец или кто-то из немецких СМИ, они, эти русские, украинские беженцы, они знают, что нужно как бы говорить, что я вот антирусский, чтобы к ним относились хорошо. По политическим... Да, и даже для того, чтобы получить там помощь, там какую-то финансальную поддержку от немецкого государства, нужно придерживаться антироссийских взглядов. Но я, как человек, который лично общался с беженцами, которых я абсолютно не знаю, это были для меня абсолютно незнакомые людьми, и я не скрывала от них своих антивоенных, антивоенских взглядов. Я ни разу никакой агрессии со стороны украинцев, на мои взгляды, не испытывала. Наш блог посвящен именно разрушению стереотипов, разрушению мифов о русских, о России. Просто все, что не соответствует мифам, мы все это показываем. То есть, ну буквально вот от того, как, начиная с тем, как тут выглядят улицы, действительно ли здесь бандиты на каждом шагу, действительно ли ходят здесь медведи с балалайкой, и все русские пьяные на каждом углу лежат, либо только два типа русских. Бандит или пьяница. Вот все-таки больше серьезно, хотя у меня проскакивает иногда вот такой сарказм, без него мне тоже тяжело иногда. Вот посмотрите, если особенно кто-то пишет там, где же там твой медведь, я говорю, ну дома оставила, что пускай на балалайке играет. Конечно, читаю то, что в СМИ, и потом думаю, а, окей, я про это, там, допустим, санкции у них там в магазинах ничего нет, окей, про это я могу сделать выпуск, да, пройти просто элементарно на супермаркет и сняли, что там есть, чего там нет. А бывают иногда истории просто сами собой приходят, как, допустим, про вот этот эпический кран, который производства российского, тульского производства, который пользуется в Голливуде ужасным успехом, они даже получили Оскар. Это такие истории, тут тоже оператор, просто с которым я работала, его ассистент. Да, есть такой кран, и он именно есть только такой только в России, кран, который держит камеру для экшн-фильмов. И этой камерой, ее нету нигде в Голливуде, ее сделает только наш тульский завод Лесков, да, и голливудские фильмы, голливудское производство, для того, чтобы, когда они хотят снимать крутые блокбастеры, как типа Mad Max с Томом Харди и Шарли Стерон, они снимались вот с этой камерой, камерой тульского производства компании Лесков. И ну вот такие истории, конечно, тоже интересные. Вот такие вот вещи, они, конечно, тоже очень интересные. Вы знаете, на самом деле было воспринято по-разному, смотря от кого. Во-первых, если вы посмотрите мои видео, я тогда лайв-вещание делала, сколько от самих немцев, от моих зрителей приходило поддержки в нашу сторону. Мы просто были, вот нам действительно это так помогало, нам дало, заражало позитивной энергией. И я очень хотела довести это тоже до русского народа, что просто даже хотя бы показать вам вот эти все комментарии, сотни этих поддерживающих комментариев, поверьте, там вы слышите, что это от сердца. Это тысячи ведь немцев, тысячи немцев протянули руки и сказали «Мы с вами, мы скорбим с вами». Почему тогда местное телевидение и позиция? А, на немецком, да, абсолютно противоположная. То есть, я вчера, у меня уже немножко, мне нужно было время, чтобы вообще прийти в себя, и вот я, значит, включаю немецкое телевидение, Welt, на Хрихтинсене, кстати, ихний корреспондент находится в Москве. Значит, что вещает немецкое телевидение? Немецкое телевидение показывает террористов, которые сидят в суде и говорят «Вот, посмотрите, праведливого процесса им, конечно, не ждать, посмотрите, какие они бедные избитые, вот посмотрите на их лицах, как плохо с ними обращались, и вы сидите на это, смотрите, вот как русский человек, который только что перенес такую, я не знаю, это травма, это что, это коллективная травма, и они, значит, становятся, получается, на сторону этих террористов и сочувствуют им, и это немецкое телевидение, у меня нет слов. Мне интересно сейчас увидеть, будет ли здесь, пойдут ли такие политические акции, как типа ЖСУИ, Москва, а будут ли там освещены Брандбургские ворота в Германии цветами русского флага. Ничего этого не произошло. Более того, я включаю немецкое телевидение, и я слышу, как там сочувствуют террористам и говорят, вот посмотрите, с ними же не будет в России правильного процесса. А как восприняли тот факт, что террористы хотели убежать именно на Украину? Это все считается путинской пропагандой, которому нет подтверждения, несмотря на то, что город Брянск находится непосредственно у границы Украины. Но то, что они сами признались, фактически. Да, это все, эти признания считаются не настоящим, потому что они выбиты, потому что над ними издевались и русские спецслужбы, и поэтому из них выбили какие-то признания. У них происходит ревизия истории на данный момент, довольно неприятная, между прочим. Есть, допустим, ну, очень часто, когда я смотрю немецкие документальные фильмы о Второй мировой войне, я видела, допустим, в одной из таких документальных фильмов, говорила, что, ну, вот Гитлеру на самом деле Сталин нравился, они чуть ли не друзья были лучшие, вот они друг друга так симпатизировали. Это даже еще было не самое обидное, сейчас вы готовы, я вам сейчас скажу самое обидное. Они сделали документальный фильм про блокаду Ленинграда, и при этой блокаде Ленинграда, там говорили эксперты, типа, историки, да, историки, в кавычечках, и, значит, эти историки на полном серьезе сидели и говорили в камеру, что в Ленинграде погибшие больше миллиона людей, это все был сам Сталин, он их сам заморил, голодом, он мог бы их спасти, но он специально, это была его тактика. Для меня это так лично видится, что Россия всегда была для них конкурентом, который просто был невыносимый, и как только мы становились сильнее, как только Россия становилась сильнее, так начинались какие-то вот такие пропагандистские кампании против нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!